Ум человека думает, ум человека мечтает, ум человека помнит о чем-то, ум человека имеет настроение, имеет характер, ум человека меняет свое настроение, он имеет желание, потребности в жизни. Это все внутри ума происходит. Мы умом думаем, мысли текут в уме, желание человека находится в уме. Все это находится в уме. Следует знать, что в тонком теле человека существуют две половины, правая и левая. В правой половине находится воля человека и желание. И это больше выражено у мужчин, потому что правая половина тела, она связана с мужской энергией. Я чуть попозже об этом расскажу больше. Левая половина тела имеет мысли и чувства. У женщин мысли сильнее и чувства сильнее, чем у мужчин. Мы говорим о силе сейчас. Поэтому кто кого добивается, мужчина добивается, да? Он имеет сильное желание. У него сильное желание, он пытается добиться. Он идет к женщине, предлагает ей любовь. И женщина, когда ей самой приходится добиваться мужчине, это она чувствует неправильно, неестественно. Она ждет от его действий каких-то. Если он ведет тебя как мужчина, то это приветствуется. Потому что это значит, что он сильный, волевой человек. На него можно опереться в жизни. От него будет поддержка. От женщины ожидается близости, теплоты в отношениях, нежности, доброты, снисходительности. Разум имеет другие функции. Разум предназначен подарить, дать энергию счастья уму. Часто уму не хватает энергии счастья, и поэтому ум страдает. Он печалится, думает о чем-то, обижается. Так далее. Это функция ума. И для того, чтобы не было печали, не было страданий, человеку нужно счастье. Счастье добывает разум. Разум имеет такую силу соединяться с объектом счастья. Мы говорим о психических объектах счастья. Ну то есть мы говорим также о взаимосвязях с этим миром, потому что надо знать, что и ум, и разум могут соединиться с людьми. Могут соединиться. Вот допустим, я сейчас вижу, кто уже слушал до этого мои лекции, еще и кто не слушал. С одними людьми у меня сильное соединение сейчас, я чувствую связь, а с другими людьми слабое. Но я надеюсь, через три дня у меня со всеми будет сильное соединение. И это можно почувствовать, можно понять, потому что есть связи между людьми. И человек, если не понимает, что он связан с людьми, тогда он может делать глупости в своей жизни, какие-то неправильные поступки. Эти связи находятся в уме и также находятся в разуме. И для того, чтобы не делать глупостей, человек должен знать об этих связях. И поэтому есть такая песня. В песне «Все говорится». Не обижайте любимых упреками Бойтесь казаться любимым жестокими Означает связь, хранимый. Очень хранимые наши любимые Очень хранимые, очень хранимые наши любимые Вы поете там с вами? В литве у меня подпевают, переводчики не сидят, подпевают. Ну, как могут на своем языке. Итак, эта половинка песни сказала о том, что муж и жена связаны друг с другом. И поэтому, что значит хранимые? Это значит, что если мне, допустим, кто-то сказал о моих очках в автобусе, я не обращу на это внимания. Вот. Но если мне жена говорит, какое-то замечание делает, то тогда я смогу очень сильно среагировать. Мне будет больно, потому что мы с ней связаны. Мы с ней связаны. Поэтому нужно с близкими людьми обращаться очень аккуратно, потому что эти связи, они дают человеку боль. И поэтому в этой песне поется, если вы понимаете, что вы связаны друг с другом, тогда вы не будете изменять близкому человеку. Плохо думать о нем, плохо о нем говорить с кем-то другим, потому что это все будет отражаться на отношениях. И это знание, почему так нельзя делать, очень простое. Часто люди говорят, а почему нельзя изменять? В чем тут делать? Потому что вы связаны с близкими людьми энергией счастья. Она перетекает от вас к нему, от вас к нему или к ней. И это называется близкие отношения родственные. Если вы изменили, то это перетекание заканчивается. «Между вами холод, словно чужими, стали друг другу, и между нами белая вьюга». Понимаете? То есть получается, что люди уже не связаны, и они не знают, то они будут думать, может, у нас никогда не было любви, получается, мы не любили друг друга, они начинают думать. А причина, почему так получилось, это незнание. Отсутствие знания об этих связях. То есть если человек знает, он никогда не будет думать плохо о близком человеке, изменять ему мыслью или поступком. И тогда у них наступает хорошая, счастливая совместная жизнь. Я тоже с вами. С вами. Но я не всегда смогу туда смотреть. Хорошо? Я с вами. И с вами тоже. Света. Слушаем второй куплет. Там как раз об этих связях говорится удивительно, что люди в песнях рассказывают мудрость, которую вряд ли человек может сам понять. Но сердце всё чувствует, всё понимает. И вот здесь говорится, если вы хотите любить друг друга хорошо, чисто, возвышенно, тогда вы должны знать об этих связях. Ради высокой любви мы обязаны. Помнить, что с нами по жизни нас связаны. Нитью неслимою, нитью неслимою наши любимые. Нитью неслимою наши любимые. Разум имеет свои функции. Разум соединяет нас с источником счастья. Он соединяет нас с верой. Потому что, когда человек чувствует счастье где-то в своей жизни, это называется верой. Например, он строит дом свой, чувствует счастье. Это означает, что он верит в дом. Оттуда идёт счастье. Если дом не строится, он печалится. Ему счастья внутри не хватает. Или он чувствует счастье от ребёнка, от своего исходит счастье. Если ребёнку плохо, он страдает. Счастье меньше становится. Или счастье исходит от близкого человека. Когда близкому человеку плохо, он страдает. Но есть источники счастья, которым никогда не становится плохо. Это святые люди, это святые места, это Бог, это вера в человек. Вера означает связь с высшей истиной, которая никогда не уменьшается. Поэтому в Древних Писаниях говорится, что человек должен свою веру распределить по полочкам. Самая большая и сильная вера должна быть в Бога. Потому что если он больше верит в близкого человека, чем в Бога, а близкому человеку стало плохо, то плохо становится сразу двоим. Если ты счастье получаешь от близкого человека, это также и истощает близкого человека. Бывает так, что человеку очень плохо становится от того, что в него верит. Например, у нас в Киеве был такой случай на лекциях, что девушка встала и говорит, «Я не могу даже близко сидеть рядом с моим молодым человеком. Он так сильно в меня верит и так сильно меня любит, что у меня даже психика стала страдать. Я постоянно чувствую усталость». Человек истощается, когда в него верит. Но есть другой тип веры. Когда мы служим своей верой человеку, не берём от него энергию счастья, как мы должны от Бога брать счастье. И он может давать нам бесконечно его. Однако и Богу мы должны тоже учиться служить. Любовь означает обмен, взаимность. Но от Бога можно брать. Он даёт, как солнце, вот светит всегда. Оно не спрашивает, сколько стоит солнечный свет, никто не знает. Он всегда светит, даёт нам счастье. И точно так же Бог всегда даёт счастье. Если мы с Ним пытаемся связать свою память, потому что счастье приходит только через память, о чём человек помнит, то и с тем он и связан. Если человек помнит постоянно о проблемах, он связан с проблемами. И в результате его психика начинает страдать, потому что она не пополняется счастьем, истощается. Другими словами, память связана с умом. Но память — это функция разума. Разум направляет память в то место, где есть счастье. Это называется вера. Когда мы ищем счастье где-то, это называется вера. А устремлённость к своей вере называется решимость, желание достигнуть этой веры. И когда человек достигает своей веры, это называется целью жизни. То есть я достигаю того, что мне принесёт счастье. Если человек достигает того, что ему счастье не приносит, значит тогда результат жизни печальный. Он потом чувствует разбитость. Следует знать, что психика человека очень сильно привязана к тому, чтобы получать счастье от цели жизни. Допустим, если целью жизни является ребёнок, женщина постоянно питается счастьем от своего ребёнка. И если ребёнок ушёл из жизни, то тогда наступает интересный феномен такой. Человек впадает в состояние депрессии. Что такое депрессия или стрессовое состояние? Это когда человек не чувствует счастья в жизни. У него нет счастья. Он может жить годами без этого счастья и очень сильно страдать. Сначала психически, потом физически. Может даже сон нарушиться. Он вообще даже спать не будет. Нужно счастье. Часто люди не знают, где брать счастье. Они вот потеряли, допустим, любовь, человек потерял свою любовь, и дальше он разбит. Он может жить так, вот потерянным, ходить годы, не понимая, что разум может поменять цель. Можно своими силами, внутренними усилиями поменять цель жизни. Нужно просто найти счастье. Более высокий источник счастья надо найти. Надо учиться это делать. Это поиск. Этот поиск идет с помощью знания и опыта. Если, допустим, ум получает контакт с этим миром через органы чувств, через чувства, глаза, уши, это органы чувств, зрение, слух, это чувства, то разум получает свою силу через поступки, через знания, когда кто-то дает знания о чем-то, разум получает связь с источником счастья. Ну, если человек ничего не хочет слушать, он слушает только телевизор, где ему связь с источником счастья не дают. Ему дают связь с источниками просто развлечения, там его развлекают, там ему не говорят о том, во что надо верить, к чему надо в жизни стремиться, а часто по телевизору просто показывают различные способы снять напряжение в уме временно, потому что, если мы, допустим, посмотрели телевизор, да, нам стало лучше, но на следующий день опять плохо становится, потому что нет постоянной подпитки, нужна вера, нужна связь с источником счастья постоянная, глубокая, которая никогда не кончается. разум имеет способность поменять направленность ума, это называется сила воли. Человек может заставить себя делать не то, что нравится, а то, что надо. Что значит надо? Это значит, что это связывает меня с моей целью. Например, у меня цель выучиться в институте, это сделать меня более счастливым, образованным, знание дает счастье. И человек заставляет себя учиться, он прилагает усилия, ему тяжело, но он учится, он продолжает учиться. Чувства, они связаны с разными, каждое чувство связано с разными аспектами нашей жизни. Внимательно слушайте, это очень важно знать. Когда человек говорит слова и слушает, в это время включается разум. Чувство, слуха является самым главным, оно связано с разумом. И если звук имеет природу любви, то разум очищается, он становится чистым. А если звук имеет природу веры и силы, тогда разум крепнет. то есть, что значит природу веры? Это значит, что человек убежденно говорит, у него есть вера в то, что он говорит. Значит, разум крепнет, ему становится сильнее, крепче жить. Человек становится уверенным в себе, у него улучшается воля, энтузиазм, ему легче утром просыпаться с постели, легче сдерживать себя в питании, легче отказаться от вредных привычек, означает сила разума. А понять, как жить глубже, увидеть по-другому этот мир, соприкоснуться с ним светлее, чище, это означает чистота разума. Звук зиму 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 зима 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 Как прекрасно ты посмотри, как прекрасно ты посмотри. Птички. Поднимите руку, у кого поднялось настроение, именно об этом мы сейчас с вами и говорим, что когда человек начинает позитивно воспринимать этот мир, начинает чувствовать его по-другому, в это время он наполняется счастьем, ему становится легче жить. Но мы мало занимаемся этими вещами, мы очень заняты, постоянно куда-то бежим. Целый день на белом свете все куда-то колесят, едут взрослые дети на работу в зоосад, едут в баню и в аптеку, едут тещи на обед. Что же будет человеком через 10 тысяч лет? То есть мы не можем посмотреть на этот мир, как прекрасен, потому что мы выбираем те цели, которые не пополняют нас счастьем. Другими словами, веды объясняют, что есть внешнее сознание. Внешнее сознание означает, что мы счастье пытаемся найти друг от друга. А есть внутреннее сознание, которое действует через память. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...